Итак, всем привет! Это снова я, Екатерина, и я надеюсь на этот раз не с видео на полтора часа. Сегодняшний видос у нас наш будет про художественные материалы, которые я купила за последние два месяца. Я, в принципе, давно хотела себе их купить, но только недавно вернулась домой, и как бы шанс, так сказать, вот он предстал передо мной. Это, в принципе, все, что я накупила за вот эти два месяца, спустила кучу денег. И сегодня, так сказать, мы заглянем моей жадности и хомячеству в лицо, разглядев, что я там уж купила себе. Вот, давайте начнем с самого интересного, что больше всех меня поразило, потому что все остальное я не затестила еще, наверное. Вот, давайте начнем с просто моей мечтулечки. Это вот такие перья. Они для рисования манги. Я очень долго хотела купить себе эти перья. Наверное, лет 10 я мариновала в себе это желание, но жаба и некоторая неуверенность в том, что я смогу рисовать перьями как-то более-менее адекватно. Вот, она меня одолевала, но, как бы, все-таки я их купила, хотя спустя 10 лет. Вот, и я просто офигела от них. У меня есть, как бы, ну, вот сейчас здесь вы видите только два пера. У меня есть еще держатель для третьего пера. И, собственно говоря, вот тут у меня есть баночка. Она как раз с запасными перьями, которыми я собираюсь пользоваться активно. Собственно говоря, зачем я купила еще запасные перья? Потому что у перьев есть такое свойство, то, что они закупляются. Вот, у меня запасные перья, кучка береговых стоили просто как самолет. Вот, у перьев есть свойство затупляться, а еще я могу уронить просто нахрен это перо, вот, и погнуть его к чертовой матери. И как раз в этом случае запасное мне очень-таки пригодится. Вот, ну, давайте вернемся к вот этим двум перышкам. Вот это Maru Pen, видите, оно такое маленькое, тоненькое. А вот это G Pen. Я надеюсь, правильно я произношу это. Вот это перышко, которое маленькое, с желтенькой палочкой. Вот, это для очень-очень супер-мега тонких линий. И, блин, я уже потестила просто. Они действительно получаются тонкими, и их офигенно рисовать. А G Pen, оно делает более такие, ну, линии, соответственно, пожирнее. На самом деле, там можно как бы разные их совсем делать. Можно прям такие жирные делать. Вот прям вот если там сильно надавить на перо, оно там прям такой неплохой, такую жирноту оставит. Ну вот, а можно тоже тоненькие, там, не знаю, какие-то штришки. Вот, и так далее. Давайте я вам покажу пример того, что я сделала. Причем он будет более-менее свежаковый, потому что этот скетч я закончила только сейчас. Ну, не прям вот только сейчас, а, не знаю, минут 20 назад. Вот этот скетч, который я делала вот этим пером. Вот. К сожалению, живых примеров того, что я рисовала Maru Pen, у меня нет. Потому что, ну, как-то такой вот целиковый большой скетч я еще Maru Pen не сделала. Я там просто что-то елозила на бумажке, тестировала. Но все еще впереди. Короче говоря, мне жутко нравится рисовать этими перьями. Ну, как они японские, вот прям для рисования манги. Вот как там люди в Японии живут, чем мангу рисуют. Вот, собственно говоря, я, собственно говоря, то же самое и купила. Тут еще надо заметить то, что, в принципе, у меня не было опыта рисования перьями до этого. Ну, как, ладно, там я один раз тоже опять-таки лет 10, наверное, назад что-то там пробовала пером порисовать. Причем у меня было какое-то бомжатское перо от какого-то производителя, типа «Звезда», что ли, или как-то так. Ну, в общем, я купила вот там что-то за 12 рублей, что ли, в передвижнике, или еще за какую-то такую не столь шокирующую мою кошелек сумму. Вот, и что-то попробовала, и мне совсем не понравилось. И поэтому, как бы, я еще... Еще и вот поэтому я так долго ломалась, прежде чем купить вот эти вот японские перья. Но купив их, я просто, короче, в них влюблена. Мне очень нравится. Возможно, у меня были какие-то супернизкие ожидания от того, как у меня получится ими рисовать. Но, блин, все прошло хорошо, нормально. Короче, перья рисуют вот как надо. Вот, у меня получается ими работать, и мне нравится результат. Ну, помимо нескольких кривой анатомии, это же мои проблемы. В общем, офигенные штуки. Под вот эти вот перья я использую цветную тушь. Ну, как я еще и черный иногда что-нибудь там делаю. Вот, но, в принципе, мне больше нравится цветную использовать. Вот эта вот тушь как раз тоже она цветная. Она, к сожалению, не водостойкая, но можно и водостойкую под это дело подобрать. Вот, а свои картинки акварелью в будущем я собираюсь пробовать лайнить. И перьями тоже, ну, естественно, с водостойкой тушью. А пока в скетчбуке рисую любую тушью, которая у меня есть, которая там в шкафу у меня находится. И получаются такие скетчики. Это Блейд из Ханкай Стар Рейла. Ну, поскольку у нас баннер Блейда сейчас идет, то вот, пожалуйста, вам скетчик. Вот этот, кстати, чувак, это Сидни из Вагран Стори. Ребята из моей группы ВК просили его нарисовать. Я, естественно, мурыжилась и тормозилась тем, чтобы нарисовать этот скетч, наверное, года два. А то, может, и больше. Но, в общем-то, в результате, я все-таки его нарисовал. Но пока еще, правда, не показала. Хотя просто целиком показать страницу. В общем, Сидни тоже нарисован, ну, залайнин, вернее, вот этими перьями. Ну, конкретно вот этим, джипен. И покрашен он этими тамбовскими маркерами с кисточкой. Ну, как они, сейчас скажу, это маркеры на водной основе. Мне не очень нравится им рисовать, но под скетчей иногда вообще классно заходит. Ну, короче, в общем, вот это вот сделано тоже вот этим вот пером. И, блин, перо офигенное. Я просто до сих пор в шоке от того, насколько это круто. И буду просто, я не знаю, рисовать перьями всю свою оставшуюся жизнь. Вот, так что очень рекомендую. Это действительно очень классный инструмент. Он, блин, работает как надо и просто потрясающий, в общем, это перушки. Как я и сказала, марупен маленькая. Кстати говоря, про марупен хочу заметить то, что если, ну, там, вдруг вы тоже будете покупать себе это перушка, вот, оно не влезает, ну, вернее, как бы оно не подходит под стандартные держатели для перьев. Ну, то есть, вот смотрите, стандартный держатель для пера. Вот, а вот это вот держатель для, ну, вернее, вот этот желтенький, это универсальный держатель для перьев от компании Deliter. Сюда вот желтенький можно вставить и марупен, и обычное перо, потому что марупен очень маленькое такое основание, ну, крепление, короче, куда там ставлю, которым вставлять в держатель. А у обычного пера оно обычно больше. Поэтому, купив вот такой держатель и марупен, вот, вы их друг с другом не совместите. Вот, к сожалению, будет либо вываливаться, либо вообще не влезет. Поэтому лучше брать вот это желтенькое, либо, не знаю, какую-нибудь палочку от кисточки это нанизывать. Но, опять же, на палочке, на кисточке я пробовала рисовать, не очень удобно. Кисточка слишком тонкая, неудобно держать. Так что, вот, знаете, что марупен, оно капризное, оно просто так в держатель какой-то там, который, может, даже где-нибудь дома валяется, оно не захочет лезть. Вот, а обычное перо, которое джипен, она отлично влезает в обычный держатель, хорошо там крепится, вот, и так далее. Так что, ну, вот так вот, отличные штуки, просто мои красавчики. Вот, вотцы. Так, еще немножечко про перья. Вот это как раз жбан, это с моими запасными перьями. Здесь есть саджипен. Вот, я ее еще, это, ну, перо саджипен, не вставила в перьевой держатель, но все еще впереди. Вот, просто пока пользуюсь только джипеном и мару. Но и саджи тоже буду юзать. Вот, смотрите, какой у меня мощный закуп был, сколько я своих кровных на это отвалила. Как можно было бы хорошо поесть. Если говорить про цену на перья, по-моему, они стоили порядка 150 рублей за штуку. Ну, как бы жадно, конечно, но, блин, результат, правда, классный. По моим впечатлениям от обычного пера за 12 рублей, которым я рисовала, наверное, лет 10 назад, японские перья просто, просто супер. Вот. Итак, давайте отстанем от перьев и перейдем дальше ко всяким там штукам. В мае у меня было день рождения, и добрые люди накидали мне донатов, чтобы я купила себе художественных материалов. Ну, я такая, как бы, я художественные материалы всегда за. И, в общем, я накупила себе вот такую кучу. Так, коробочка, подвиньтесь, мне неудобно. Вот такую кучу, короче, я накупила себе сенетовских маркеров. Камера на тебя, видно? Видно. И здесь вот есть одна поска, вот, желтенькая, и одна кисточка. Право, тято я сделала по-какерски. Короче говоря, про маркеры я, на самом деле, не очень часто рисую маркерами, потому что обычно я куда-то там езжу, и маркеры занимают достаточно много места в багаже. Ну, вот, смотрите, вот здесь цветов-то, сколько здесь, ну, не знаю, 24, наверное. Ну, может, там побольше. Вот, и смотрите, сколько это, блин, места занимает. Это, между прочим, дофига места. Поэтому я не всегда беру маркеры с собой, ну, или беру там в каком-нибудь не очень большом количестве. В принципе, как бы, когда, допустим, я нахожусь дома, иногда бывает такое, что я маркерами скетчу. Вот, это, в принципе, очень удобно и прикольно. Но не то, чтобы это прям очень основной мой такой рабочий инструмент. Основной рабочий инструмент — это каварель, ну, если говорить о рисовании тратишки. Но, тем не менее, я решила все-таки закупить себе еще цветов-маркеров вот этих санетовских. Причем до этого санетовские маркеры в жизни никогда не пользовала, не знаю, что это такое. Вот, и, в общем, я набрала себе всяких вот таких бледнючих цветов. Ну, как бледнючих, за редким исключением. Потому что именно таких цветов мне и не хватало. И будем смотреть, что я смогу ими нарисовать. В принципе, мне очень интересно. Мне просто прислали выкраску этих маркеров. И у них достаточно прикольные, кстати, цвета. Там такие есть нежные, бледные, там, всякие. В общем, то, что надо в рисовании маркеров. Вот, и все эти маркеры, вот эти вот серенькие, которые я накупила, они с... Сейчас, дайте. Вот у них один кончик вот такой, а другой кончик вот такой. Кисточка. Я специально взяла именно с кончиком кисточкой, потому что мне не очень нравится рисовать маркерами, которые с кончиком... Ну, пуля, ну, которая там не очень хорошо гнется. Вот, и, в общем, буду фигачить картинки. Я, на самом деле, кстати, снова скоро собираюсь в путешествие и думаю записать про этот уже видос. И как раз покажу вам, что я с собой возьму. Может быть, я все-таки решусь взять с собой маркеры. Вот, а всем, кто прислал мне подарочек, на который я, в конце концов, купила эти маркеры, огромное вам спасибо. Это вообще просто... Я не думала, что в жизни так бывает. Вот, спасибо огромное. У меня просто нет слов. Вот вам сердце из моих кривых пальцев. Оно бьется. Так, с маркером закончили. Давайте их отложим в стороночку. Вот, и перейдем еще к вот этим вот двум штукам. Они просто из той же посылки, в которую приехали маркеры. И на ту же денежку, которую вот прислали мне на день рождения. Это кисточка, сейчас скажу, от Ван Гога, номер шестерочка. И это имитация белки. И поска-маркер. Ну, поски как бы у меня есть. Я просто что-то чисто случайно положила вот этот маркер себе в корзину. Но желтый цвет у меня достаточно бодро заканчивается. Поэтому это явно добрый знак, что я заранее как-то, получается, об этом подумала. Ну, вот, и у меня теперь есть еще один дополнительный поска-маркер желтый. Посками я рисую не очень часто. Тоже думаю их взять с собой в путешествие. Тоже опять посмотрим, что я там именно рисую. Ну, мне как бы нравится ими рисовать. Но мне не очень нравится вот этот вот геморрой с выбором бумаги под поску. Потому что на какой-то бумаге они там в катушке. Эта бумага превращается от того, что три раза или два провела. Вот, что-то еще. Ну, в общем, они такие очень капризные. Но эффект классный. Кстати говоря, у них такая гамма интересная. Я там что-нибудь не рисую. В принципе, все достаточно гармонично выглядит в плане цвета. И, в общем, классно. Ну, в общем, один маркер поска появился у меня за эти два месяца еще. Давайте отложим дальше к спиртовым маркерам. Про кисточку. Ну, как я и сказала, это имитация белки. Кисточка, которая... Ну, вот видите, у нее такая форма. Вот эта форма называется кошачий язычок. Мне было жутко интересно узнать, что это такое. Может быть, попробовать ее как-то. Я ее, на самом деле, уже попробовала. И прикольно. Блин, мне нравится. Ну, как, я ее брала себе рисовать всякие фаны. Типа там листья, там что-нибудь такое. Мне кажется, вот этим кончиком будет очень удобно это делать. Я ее потестила. Не в смысле там то, что я какую-то огромную картинку нарисовал. И могу тут сейчас, я не знаю, во весь стол развернуться сказать, смотрите, как эта кисточка работает. Нет, нифига. Да, у меня там была какая-то бумажка просто, на которую я что-то жмакала. Вот. Но даже вот то, что я нажмакала на свои тестовые бумажки, мне, в принципе, очень понравилось. И кисточка эта я тоже буду пользоваться. Вот. Хорошая кисточка. Вот. Про кисточку все. Еще два невероятных приобретения. Когда ты пошла купить себе просто конверт, чтобы отправить картинку человеку, ты не смогла пройти мимо маркера. Это маркер, стайл файл маркер. Он тоже с наконечником, кисточкой. Ну, как вот это не кисточка, конечно. Кисточка была в другом месте. Вот оно. Мне просто что-то показалось, что мне обязательно нужен такой цвет. Это цвет Coral Pink. Ну, и, в общем, тоже что-нибудь нарисую. Какой-нибудь скетчик. А может, и не скетчик. Может, даже и финалочку какую-нибудь сделаю. Вот. Поглядим. Анимешные картинки опять же. Ху! И карандаш красный с гранатами. Я люблю, на самом деле, покупать себе карандаши. И, ну, как бы я рисую и просто обычными карандашами, и механическими карандашами. И тем и тем мне рисовать очень удобно. Но иногда в моей жизни очень не хватает большого вот такого карандаша. У меня есть парочка, но я их почему-то вечно с собой забываю взять. И поэтому я решила купить себе еще один шанс. Потому что я не забуду его. Как бы все-таки был больше. И, в общем, я купила себе вот такой карандаш. Ну, просто карандаш. Сейчас скажу. Он 4Б. Я люблю мягкие карандаши. Вот такие здоровые. Чтобы там как раз провел. И все сразу понятно. Стоил этот засранец 70 рублей. И дело было в том, что я только тогда вернулась домой, в Россию. И несколько офигела от цен на всякие художественные и канцелярские принадлежности. И вот. И карандаш за 70 рублей. Это было, честно говоря, мощновато для меня. Ну, в плане того, что до этого я жила какое-то время в Индонезии. И могла на, сейчас скажу, чуть меньше доллара купить себе 4 карандаша. Можно даже постараться и побольше купить. Ну, в общем, все равно карандаш мне понравился. И то, что он такой толстый, и так можно фигануть. И я, в общем, рассталась с 70 рублями. Надеюсь, еще когда-нибудь с ними встречусь. Вот. Просто карандаш. Так. Вот это. Это кто у нас? Это называется просто, я не знаю, кисти. Ну, не то чтобы за миллиард. Это, конечно, не как та самая давинчевская кисточка, которую я купила в Стамбуле маленькая. Но это специфические кисти для китайской живописи. Ну, как бы акварель-то тоже можно и рисовать. Ну, в смысле, что там? Борс есть, палка есть. Брать можно. Но конкретно вот эти кисточки я себе покупала для рисования в стиле гунби. Это такой китайский стиль рисования. Он очень такой... Ну, моя преподавательница по этому стилю говорила, что что-то вроде это переводится как тщательная кисть. В общем, это очень такая замороченная техника рисования. Там сидишь и вырисовываешь всякие маленькие детальки, растушевываешь все минеральные краски, парисовые бумаги. В общем, это достаточно интересно. Вот, эффект от картинки, ну, если там ее правильно нарисовать, хорошо, старательно и так далее. Он просто потрясающий. Они очень красивые. Особенно мне нравятся картинки, которые такие в очень стерженных цветовых гаммах. Ну, как бы вот в этой китайской живописи гунби там используется китайская тушь. Ну, и помимо китайской вот этой туши, которая черненькая, там используются еще минеральные краски, которые, соответственно, всяких разных цветов. Вот. И как основа берется как раз вот эта вот тушь черная. И из-за того, что, ну, того, как она наносится на этот листик рисовой бумаги, как она там растушевывается, вот, создается такой очень классный эффект, когда она потом, ну, когда на нее накладывается еще и цветная краска. Вот. А сама по себе тушь, она имеет такой теплый оттенок. Вот. А когда на нее краска накладывается, оно такое вот прям вот очень интересное становится. Я просто обожаю эту стилистику. Я в ней раньше рисовала, не сказать, что, ну, в стилистике гунби, не сказать, что я там достигла каких-то высоких результатов. Это было очень давно. И рисовала я, ну, не сказать, что очень много. У меня нет ни одной законченной работы. Я сейчас прям слышу ваши мысли такие. Эх ты. Да, я стыжусь, но, знаете ли, не последний день живем еще нарисую. В общем, я решила снова взяться за гунби, поэтому я купила себе новые кисти, потому что предыдущие я ушатала просто в усмерть. Ну, предыдущие имеется в виду кисточки для контура. Ну, и для каких-то мелких деталей. Для растушевки у меня еще остались, они живы. А вот все, что было с тонким кончиком, оно просто в труху. Акварель она такая. Ну, я просто многое нарисовала, так что кисточкам претензий особенно нет. Вот. И давайте все-таки поближе кисточкам к самим. Вот эта кисточка, вот эта большая, она называется Лисий хвост. Стоила, мать ее, так, 820 рублей. Мне очень больно об этом вспоминать. Но я решила ее себе купить. Вроде как она из волка сделана. Хотя, может, это и не волка, а какая-нибудь собачка. Бог его знает. Но, тем не менее, попробую, порисую ей. Вот она симпатичная. Еще у нее есть такой хвостик. Это, ну, как бы вот эти вот люди, которые рисуют китайский вот в этом стиле. Ну, не все, конечно, а там какие-нибудь. Ну, вот там есть такие специальные вешалочки для этих кисточек. Такая, похожа на маленький гардеробчик. Вот. И вот эти хвостики как раз для того, чтобы вешать эти кисточки, чтобы они вот на этой стойке висели. В общем, некоторые люди используют вот эту вешалочку. Я не использую, потому что у меня ее нет. Вот. А вот эта вот кисточка, она, я, честно говоря, не помню, как она называется, но она контурная. У нее вот такой тущий хвост. И ей можно прям очень-очень тонкие линии делать. И как раз вот будет моей такой рабочей лошадкой под контуры. Потому что я люблю рисовать всякие мелкие линии. Вот. Так что моя новая страдалица. Ох, ты должна нарисовать очень много картинок кисточкой. Вот эта кисточка стоила порядка 250 рублей. Такие две красавицы. Чтобы далеко не уходить от темы китайской живописи, которую я с новой силой заинтересовалась. Вот. У меня есть вот такой люрён. Это бумага как раз для гумби. Она называется очень поэтично. Крылья цикады. Вот. Она достаточно тонкая. Я ее прогоцнула, короче, пока открывала. Там была такая слюда. Вот. Ее было сложно снимать с этого рулона. И, блин, я вот бахнула, короче, немножечко мимо. Но ничего, я просто срежу, короче, вот это место. Просто в целом-то лишь нормальный. И, в общем, вот такая бумажка. Она такая тоненькая-тоненькая. Вот, может, даже тут видно будет просвечивать мои пальцы. Специально для гумби. На ней очень классно, удобно рисовать. Я уже рисовала на такой бумажке. Вот. Она имеет такие небольшие блестюльки. Но это не какой-то декоративный эффект. Не знаю, на камеру видно эти блестюльки или нет. Ну, короче, в общем, они есть. Это не декоративный эффект. Это квасцы, которыми пропитывают бумажечку. Чтобы она, так сказать, хорошо держала вашей красочки. И чтобы они не расползались, куда их не просят. Вот. Такой вот. Еще одна коцка. Ну, ладно. Как-нибудь. Как-нибудь я справлюсь с этой проблемой. Такой рулончик. Здесь всего три листика. Они достаточно большие. Поэтому, если что, не обращайте внимания на мои косяки. Вот эти вот с дырками со всякими. Вот. Я это все обрежу, чтобы рисовать картинку не на дырявом листе. А так, конечно, в следующий раз буду более аккуратно распаковывать. Так. Ну, раз мы немножко поговорили про бумагу, давайте еще поговорим про бумагу. Я, наконец-то, купила себе Аршеса в России. И нет, это не в смысле то, что я стала как-то дико богатой. И у меня есть деньги на то, чтобы потратить тысячу рублей на один лист Аршеса. Стоит 85 грамм. Не, нифига. Я нашла на зоне листы Аршеса 185 грамм по 481 рублю. Это, в принципе, было жутко дешманское. Это не в смысле вот такой вот лист один стоил 481 рубль. А их было... Во-первых, это был большой лист. Он был 50 на 70. Я просто его порезала и, в общем, вот до такого состояния их порезала. Вот в этой папочке. Тут помимо графа, который был от упаковки этой бумаги, вот еще есть оставшиеся другие Аршесы. Я покупала себе два листа и как раз вот понарезала из них вот это. В отзывах об этой бумаге на озоне было сказано, что продавец иногда присылает листы с заломами. Мне относительно более-менее повезло, потому что заломы, которые я нашла у себя на листе, они были с краешка. Ну, то есть вот здесь вот можно увидеть один маленький заломчик. Их было всего два, и они были по краям листа. Я просто как бы... Ну, там, допустим, если я буду что-то там важное рисовать, и этот залом мне будет жутко мешать, я просто, ну, не знаю, там, порежу этот как-нибудь листочек по-другому там или еще что-нибудь. В общем, это было не так критично. За 481 рубль за один лист Аршеса это, считай, бесплатно. Так что радуемся и рисуем. Вот, в общем, это обратно. Так, и у нас остались акварельные краски, которые я очень давно хотела купить, вот, но созрело к этому только сейчас. Давайте посмотрим. Короче говоря, на... Сейчас скажу, как этот сайт называется. Художественный магазин называется Этюдсайт. Я у них заказала вот такую кучу красок. На самом деле я зашла на этот сайт, чтобы купить себе только, внимание, две краски. Это ганзы желтые и... Иргазин желтый. В общем, мне нужно было всего два цвета, но, господи, потом это вылилось вот в это. Так, давайте начнем с иргазина и ганзы. Чего я их купила? В общем-то, ради чего я начала делать покупки. Я очень часто пользуюсь ганзой желтой, но, правда, у меня она была от Невской палитры, и она уже практически со мной, будем откровенно, попрощалась, это кюветка ганзы, потому что я очень-очень часто ее использую. Я знаю про ее дерьмовую цветостойкость, но, блин, мне цвет нравится. Поэтому я решил докупить себе еще ганзы, хотя бы в каком-то виде. И решила взять ганзу от Pinox, потому что оказалось, что гамма... Фу, гамма, господи. Невская палитра... Какая гамма? Невская палитра больше не производит ганзу желтую, которую я раньше пользовалась. Ну, не производят. Ну и ладно, будем пользоваться Pinox, посмотрим, что у них за ганза. Вообще, мне очень интересно посмотреть на ганзу желтую от Дэниел Смит. Я, конечно, не счастливый обладатель полутора тысячами рублей, которые можно на нее спустить. Вот, но будем надеяться, что когда-нибудь я встречусь с такими огромными деньгами и спущу их на краски. А пока пользуемся Pinox и радуемся тому, что у тебя вообще есть ганзы желтые. Вот. Это иргазин желтый. Целая туба. У меня он не закончился. Ну, как бы он у меня есть только в кювете. Вот. И я очень-очень хотела купить себе его еще дополнительно в тубе, потому что я очень часто использую этот цвет. Он, конечно, не жутко быстро расходуется. Вот. Потому что там ты берешь вот маленькую такую вот каплюшечку этого цвета, и, в принципе, ее там хватает на дофига... на дофига места на бумаге. Но, тем не менее, поскольку я рисую часто, то закончится оно все равно когда-нибудь. И хотелось бы, чтобы этот цвет все-таки продолжил быть со мной. Ну, в смысле, там, чтобы можно было удалить в кювету. И я, короче, решил купить себе тубу. Вот. Буду таскать ее с собой. Целые тубы. Я думала даже несколько туб купить, потому что цвет офигенный. Может, это только я люблю этот иргазин желтый, а все остальные его ненавидят, считают дерьмом цветом, но мне пофигу, цвет крутой. Просто. Во. Рекомендую. И так. А теперь... Да, давайте вот так сделаем, чтобы, знаете, эту жопную боль оставить на потом. Вот. Так. Давайте. Давайте. Еще несколько всяких кюветочек от Невской палитры. Ну, как бы, здесь всякие разные новые цвета. Особенно сильно меня заинтересовал желтый туф. Я видела, ну, на всяких выкрасках, в интернетиках этот цвет. Мне было жутко интересно его попробовать. Вот. Возможно, если он мне как-то адско сильно понравится, я добавлю в свою палитру и буду, блин, жить и радоваться. В общем, очень заинтриговал. Желтый туф. Ты красавчик. Во всяком случае, ничего, так выглядишь. И я еще просто ради интереса взяла всякие разные другие красочки, которых у меня нету. Это... Ну, вот я взяла всякие дымки, потому что они недавно вышли. И у меня таких не было. Потом у меня есть серо-фиолетовый гранит, марс-черный. Марс-черный... Я буду очень внимательна к тебе. Каштановая, афгитовый парфит, алая дымка и рубиновая дымка. Мне в целом очень нравятся дымки от Невской палитры. И я решила взять себе еще теплые, чтобы попробовать, посмотреть, как они красиво сделают мне картинки. В принципе, как бы, многие люди там заморачиваются и какие-то смеси сами себе делают. Вот. Но я как бы люблю рисовать акварелью, но не то, чтобы я какой-то суперознаток там про всякие пигменты и так далее. Будем откровенны, я мало что знаю об этом. И я предпочитаю иногда покупать цвета, которые мне нравятся, мне интересно с ними пользоваться и просто сидеть, фигачить это на бумаге. Вот. Ну, как бы, краски есть, нарисовать-то можно. Так что у меня вот такое очень пользовательское отношение, или, как это правильно сказать, потребительское отношение к краскам. Типа, увидел, купи, и нарисую картинку. Но тут надо сказать, что несмотря на то, что у меня очень много красок, и я там всячески стараюсь их покупать еще, там, или, не знаю, какими-то альтернативными способами добывать, типа там, я не знаю, какой-нибудь подружки там, ой, тебе не нужен этот цвет, можно я его себе возьму? Вот. Ты все равно не рисуешь акварель. Так, да, конечно, бери. Вот. Как-то так добывать. Они у меня все достаточно шустро закончатся, так что не нужно думать, что мой склад так и останется складом до конца, я не знаю, моих дней. Вот. Все это достаточно шустро закончится, и вот, нарисует мне много картинок. И последняя вот эта кюветочка из этой кучки, это Pinox Natrile Tint. Ну, у меня не было такого цвета, мне было интересно воспользоваться. Плюс еще кювета Pinox это стоило не очень дорого. Что бы нет, что бы не купить. Вот. Тоже будет интересно попользоваться. А теперь... Наверное, это... Ну, в общем, это акварельные краски от GAMMA, и они минеральные. Вроде бы как. Наверное, это самый спорный, короче, продукт, который мне попадался в виде всяких обзоров и еще чего-нибудь такого на YouTube. примерно 90, наверное, процентов того, что я видела, слышала, читала про вот эти краски. Это были... Ну, не то, чтобы это было прям какое-то негодование от того, что это вообще такое, но как-то... Как-то вот... Ну, люди были явно не в большом восторге. Но были и те, кому понравилось. И, в общем, я решила, как эта самая ворона, которая зарекалась, но, тем не менее, все равно клюнула все-таки купить себе эти краски, потому что мне интересно. Я любопытна. Адско любопытна. И я купила себе краскороб и купила еще дополнительно два цвета. Вот. И, ну, как бы, я их уже распаковывала и делала там аж целых половину выкраски. Поэтому вот эти вот конкретно цвета, они лежали вообще в коробке, а брала отдельно я хлорид и ерозит. Они просто в короб сейчас попали вместо вот этих двух. Мне нравится зеленый, да, уже. Ну, короче, в общем, часть вот этих красок я уже попробовала. Я бы не сказала, что это прям такое какое-то откровенное адское говно вот. Рисовать можно, почему бы нет. Я буду ими еще всячески пробовать рисовать какие-то... Ну, я даже вот глядя на вот эти цвета, которые там напиханы в эту квету, ну, господи, квет в коробку. Давайте откроем, господи, на чубке посмотрим, а то что я в коробке держу. Как это некрасиво. Как в гости позвала и чаем не угостила. Вот. В общем, давайте хотя бы вот так посмотрим на них. В общем, глядя на вот эту вот цветовую, я не знаю, гамму, вот вспоминая свою выкраску, которую я делала, я ее забыла сейчас взять с собой, чтобы вам показать, поэтому я не показываю. Ну, в общем, мне просто очень интересно будет попользовать вот эти цвета, примите там куда-то в своих картинках, там, может, даже какие-то смеси с ними поделать, хотя насчет смесей. Ну, я немножко, честно говоря, сомневаюсь, насколько они у меня удачными получат. Ну, посмотрим, что там можно намешать из этих красок. В общем, очень интересно мне стало, и я купила. Кстати говоря, из тех цветов, которые я опробовала и которые мне понравились, мне понравилась сепия мегри, или мегри, не знаю, как правильно, кто там ставит удаление. Потом мне понравился хлорид, вот этот, и зеленая тавушь. Ну, вот эти вот, сейчас скажу, парфир фиолетовый, и вот все после него, я их еще не пробовала. Вот, короче, в общем, вот эти вот я еще не пробовала. Скорее всего, мне понравится еще мумия, но, может быть, еще чем-нибудь понравится сильно. Но вот эти вот три мне прям понравились. Мне кажется, прикольные цвета. Минус, который мне показался в этих красках есть, ну, во всяком случае, для меня, во-первых, у них адская, просто адский расход. Ну, вот у меня была палитра, собственно говоря, для того, чтобы как-то попробовать эти краски, я там капнула туда красочкой. Вот, и подумала, что вот этой вот бусинки красочки мне хватит на то, чтобы попробовать. И сижу я, значит, возюкую кисточкой, и вот эта бусинка, она просто мгновенно пропала. Вот, я там что-то помазала по бумаге, ну, вот этой лужей, которую, собственно, я развела, и все. И для того, чтобы сделать еще одну лужу, мне нужно еще выдавить краски. В общем, она очень быстро расходуется. Например, еще вот у Ярозита была такая фигня, его выдавливаешь, чтобы попробовать, и надо прям его очень так старательно развести с водичкой, потому что, если сделать это не очень старательно, вот, он будет полосами идти. Надо прям вот хорошенечко там кисточкой перемешать, и тогда все будет более-менее окейно. Плюс еще у этих красок, ну, по моему мнению, может, я там что-то не права, у них достаточно сильный осадок, то есть, допустим, когда мы берем какую-нибудь красочку, ну, я не знаю, прусскую, какую-нибудь голубую, она прям такая, фух, она, короче, расходится по воде. Вот, а вот эти вот, они так не делают, они не так расходятся по воде, они такие, больше каким-то таким вот осадочком, таким кучкуются. Ну, такое бывает и с другими, конечно, красками, но вот эти вот особенно характерны этим. Вот, так что вот так. Но вообще, я, честно говоря, склоняюсь к тому, что я буду еще докупать себе вот эти вот краски, если, ну, в том случае, если они закончатся, и ими пользоваться. Во всяком случае, вот сепиями греи, это точно попадание в сердечко, поэтому я буду тебе пользоваться, девушка. И, кстати говоря, ребята вконтакте мне еще подсказали такую фигню, то, что вот эти вот красочки, из, ну, вот эти вот минеральные отгамбы, их лучше не выдавливать в кюветы, а оставлять в тубах, потому что в кюветах они могут засохнуть до состояния камешка. Я не выдавливаю, держу себя в руках, как были в тубах, так и остаются, так их и буду пользоваться. Не знаю, насколько эта информация достоверна, но я, так сказать, на всякий случай. Вдруг вам будет тоже полезно, вот, рассказываю вам. Итак, на этот раз видео, да, у нас получилось не на полтора часа. В общем, я вам, в принципе, все показала, то, что я закупила. Вот, еще покажу три миллиона картинок, как я этим всем порисовала, с большой радостью, вот, или не с очень большой, но, скорее всего, с большой радостью, я люблю рисовать. Спасибо вам большое за внимание. Еще до новых встреч, скоро мы с вами совсем скоро увидимся, потому что, смотрите, чем я вам буду сейчас угрожать. Видали вот это? Это скетчбук, который я практически закончила. Знаете, сколько у него страниц? До хрена. Ну, так вот, скоро я буду делать видос про вот этот свой скетчбук, а пока до новых с вами встреч. Всем удачи, всем всего хорошего, художественных материалов, денег, здоровья, сбытия мечт, эльдорадо, денег. Вот. Всем пока.